Аварийно-спасательное формирование Центра гражданской защиты Одинцовского округа – это 14 человек, начальник, его заместитель и 12 спасателей. За 10 месяцев 2021 года они выезжали на вызовы более 400 раз. Аварийно-спасательное формирование в этом году занималось поиском пропавших людей в природной среде, опиловкой поваленных деревьев. При прохождении фронта неблагоприятных погодных условий при затоплениях занимались откачкой воды. Также помогаем нашим службам, таким как 010203 – это транспортировка пострадавших в каретно-скоро-медицинской помощи. Помогаем с подвозом воды на пожаре, обеспечиваем воду при помощи мотопом. Специалисты аварийно-спасательного формирования готовы в любой момент отправиться на вызов. Ежедневно на смену заступают три спасателя. В их распоряжении все необходимое оборудование. Мотопомпа для откачки воды у нас в основном весной, она используется, ну либо после протожительных дождей. Для откачки территории, там где-то подвалы может затопить, в частных домах люди просят, приезжаем, откачиваем воду. Тренажер у нас, мы повышаем свою квалификацию, постоянно тренируемся, совершенствуем навыки свои. Дальше гармин, навигатор и компас нам для поиска потерявшихся в лесу. Темпы оснащения на зависть любому муниципальному образованию. В этом году приобрели легковой оперативно-служебный автомобиль и аварийно-спасательную машину. Сейчас ее доукомплектовывают специализированным гидравлическим и иным спасательным инструментом. АСФ готовится к прохождению аттестации. После прохождения аттестации аварийно-существовым формированием, люди смогут оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Это извлечение людей из-под завалов, это проведение аварийно-спасательных работ при тушении пожаров, это работы на высоте с установками под напряжением. Возможности и виды деятельности значительно расширятся. Работы впереди много. Приближается зимний сезон, сопряженный с выходом людей на лед. Спасатели не только готовы отправиться на помощь провалившимся в воду, но и всеми силами пытаются предотвратить беду. Причем не только на водоемах проводят информационную работу. Максимально раздвинув руки, ноги, подвигается пострадавшим. Дальше подает пострадавшему подручное средство максимальной длины и пытается его вытянуть. Аварийно-спасательное формирование Центра гражданской защиты Одинцовского округа начало работу в мае прошлого года. Его создание позволило снизить нагрузку на федеральные и региональные спасательные службы. Информацию о происшествиях спасатели получают от операторов системы 112 или оперативного дежурного ЕДДС.